Сейчас, знаете, вот этот человек я очень уважаю. Вот я не хочу, чтобы мне безоговорочно верили, видите, тут безоговорочный обрезок. Я хочу, друзья, сказать, что Коле десятки лет, когда количество этих миллионов, то есть если все собрать варианты, все страницы, где печатались журналы, газеты, все, не миллионы, это много, десятки, сотни миллионов этих самых, и везде обрезка, или не упоминается, или как плохо. При мне только два фамилии называют Крути, авторитетских садоводов, значит, писали, что нельзя обрезать саженцы при пересадке. Ну, нельзя. А уж тем более, если еще из горшка. Вот. У меня получается так, как бы обосновать свою точку зрения. Люди знают только одно. Помните анекдот? Три варианта ответа. Первый вариант – да. Второй – нет. Третий – пошел нафиг. И вот это так просто. А есть еще четвертый вариант. Пятый, шестой. Есть вариант голые корни. Есть вариант изувеченные корни. Вот попробуйте, я когда на рынке, я беру крайний случай. Вот я на рынке. Я вот не стал подбирать. Неудобно. Вы видели эти фотографии. Двухметровый саженец. У основания толстый-толстый. Корней практически нет. Да. А крона – два метра. И человек считает, посажу, и она растягивает. Она будет загибаться. Вот я показывал, что иногда, вот он метр, приходит осень, посадил весной, а только внизу несколько почек проснулось. Это мы, допустим, до высоты спичного коробка, а дальше он пустой, то есть мертвый. Надо бы, по идее, сразу бы отрезать и ставить три-четыре, ну пять, ну десять ниже почек. Остальное все равно, считывая, что корней может выкормить процентов десять, да, оставляем эти десять процентов. Остальное убираем. И вот я стою на рынке. И вот они берут вот эти вот южные саженцы, которые мощные, только корней нет. И у них корни отрезают обязательно, чтобы их побольше влезло. Ну я уже, мы это проходили. Просто, чтобы грузовик, фуру побольше затолкать. А если будут пышные корни, он в десять раз меньше привезет. Вот тогда уже, ну, не получится прибыли. Корни, в основном, занимает основное место в фуре, а не крона. Вот. Я стою, я говорю, ну, купили вы саженец, да. Вы спросили. Иногда вот несет, счастливый такой саженец. Недорогой там, ну, сейчас последняя цена, пятьсот шестьсот рублей. Это считается недорого. Вот. И я останавливаю. Ну, привет, здорово, Константинович. Да, вот это. Вот. Мне-то один раз, я когда показал человеку, что там страшная рана, замазанная аккуратно и закрашенная. Ну, то есть, двадцать сантиметров сбоку, это, коры не было. Меня вернулись, продают, чуть не убил. Потому что он же деньги потребовал обратно. Вот. Но она ему предлагает другой саженец. А я прямо при ней, я тогда еще не снимал фильмы, как сейчас, я ему объясняю. Да, берете. Она говорит, что это местная. Ну, ладно, местная. Ну, очень ему хочется. Ну, вот, понимаете, говорю, вот корни, примерно десять процентов мог крона выкормить, а девяносто нет. Вот берем, вот, пальцы развиньте, большой, этот самый, указательный и большой. Вот столько, вот я показываю. Вот столько оставляете, а остальное эти, метр восемьдесят, отрезаете. Человек не может в это поверить. Он психологически не готов. И он все-таки покупает. А я уже вижу, побьет меня сейчас, тяжелым кинет. Я уже не вмешиваюсь, пусть покупает. То есть заменила, ну, тот-то явный был брак, только ненавистный взгляд этот. Как вспомню, ненависть какая-то, что он потребовал вернуть деньги. Ну, случило другой. Но, вот это вот психологически, понимаете, вот это я вам хотел объяснить. Это крайний, один так, вот. И получается, смотрите, а ведь это ваша фраза. И мозги не хотят верить, что надо подряд все резать. У нас получается как? Да, нет, пошел нафиг. И вот я это самое, к чему говорю? Значит, у человека три варианта. Пошел нафиг это к тому, что пошла нафиг эти саженцы, которые наверняка с юга, которые калеки. Остается да или нет? Да, резать. Нет, не резать. Тогда я предлагаю именно да резать. Почему? А вот это все объяснить, я каждому не могу в мозге. Они, это мы с вами тут сидим, там у нас завтра к вечеру будет 250-300 просмотров. Так, ну через сутки-двое. С опоздавшими. Все. А миллионы как? Я предлагаю ему на всякий случай. Вот, понимаете, я не успел толком подготовить. Четыре дня не работал компьютер. Везли на ремонт и ждал, ждал, ждал. А так бы я вам показал. Вот, допустим, ну что бы я вам показал? Вот горшок от железа, от меня, у меня есть старые фотографии. Или Сергея. Вот он горшок. Снизу корни торчат. Уже, уже выдрали из земли. Так. Теперь, корни, которые находятся в горшке, они не полноценны в каком плане? Они все, их казалось бы целые, ну 90% кажется. Густо, все. И он потом поставил этот самый, все. Корни 90% целые. Ага. И тут же соблазн. Мозги не хотят верить. Не буду резать. Но если корни не торчат с горшка, это значит они в тюрьме были. Вы помните дядя Ваня? Вы помните, что он их садил в тюрьму. Вот два года. Сдохнет, сдохнет. А не сдохнет, если два года возьму, на постоянное место высажу. Но это издевательство было понятно. Но он по-своему этот вопрос решал. Вот. Но он же их не обрезал. Очень беда-то. А они же были в этом, в ведре они росли. Я не видел никаких корней, которые торчат из днища ведра. А были ли вообще эти дырки? А мне бы с ним посоветоваться. А мы бы сейчас с ним создали фильм. А он бы мне присылал еще фотографии. Вот. То есть горшок, закрытая корневая система. А если в этом горшке нету этих самых дыр внизу? А если есть, корень поврежден? Вытрали же. Вот. И получается с виду вроде идеально, а резать надо. А уж тем более просто говорить, резать или не резать? Тогда резать. Вот это я хотел сказать. А мозги, да, казалось бы, такая красивая. Крона как крона. А потом они, листики крона целая даст и восстановят корни. Пока будут восстанавливать корни, сарин будет дохнуть. Листь будет мельче. Вот. Ветки будут хуже. Он уже, вот сколько выкормит, допустим, 50. Крона целая, а выкормить может только пол кроны. Он вроде бы и всю крону выкрыл, но как не полноценно. Растет уже инвалид. Вот этого никто не хочет понять. Фух, как мог так объяснил. Надеюсь. Ну и тут еще. Вот смотрите, Городничин Евгений Вячеславович. Почему я, я иногда убираю, бывает фамилия, а вдруг человек обидится. Просто убираю фамилию. А бывает все оставляю. Вот. А пусть будет здесь, что оказывается Городничин, можно обращаться. Значит, альпинизм, высотная работа. Встретиться, бедок, сотовая связь. Митсубицы. Ух ты, что ж это такое? Лансер. Ну, не важно. Главное, что кому надо, тот поймет. Вот его адрес. Вот его телефоны. Вот. Но. А мне, знаете, чем это, Евгений Вячеславович, нравится? Вы мне раз вопрос подкидывайте. Есть важные моменты. То есть вы пытаетесь стоять на своей точке зрения. Потому что вам не хочется калечить деревья. Не хочется при пересадке. Как мне говорил. Есть человек, который не скрывает свое мнение. Он, это Пескунов Евгений Иванович. Он написал статью. А там было сказано. Два года нельзя это. Пересадил. Два года нельзя это. Отрезать крону. Наоборот. И мне звонил. Константинович. Ты не прав. Ну не прав. Вот он так считает. Я его не переубедил. Он меня. Отрезать крону. Его фраза была. Если деревья пересаживаешь. Если отрежешь половину кроны. Как я советую. Или там одна треть весной. Ну если в первом приближении. Одна треть весной. Половина. Если осенью. То. Ты как бы бьешь по голове. Это тоже, что бить по голове. А потом требовать его, чтобы он хорошо жил. Вот. Мне показалось, что это сравнение некорректное. Вот. Понимаете. Я. Вот. Ну это ладно. Он так считает. Считает. Вот. Ну. Мне как видите. Я еще отвечаю. В основном за то, чтобы пересадки больше выжило. Желательно все. Ну если не брать такие крайности. В случае. Как вот. Посадка в эту самую. В тромб. Вот этот. Который. Гниющую яму. Специально выращенную. Сделанную. Построенную. Гниющую яму. Вот. Если не брать такие случаи. То в основном. Именно. Пересадка помогает. Лучшей проживаемости. Это мое мнение. С этими словами. Буду умирать. И даже на могиле хорошо бы. Вот. Понимаете. Чтобы. Последние слова. А земля вертится. А я так же. А при пересадке. Вот. Чтобы на могиле было написано. Вот. А при пересадке. Отрезайте верхнюю половину. Вот. Это и лучшая проживаемость. Это и более мощный. низкорослый саженец. Который выживет при огромной. Там. Когда миллионы саженцев погибают. А в этом никто не осознал. Высокорослых. Со штамбами искусственными. Вот. Когда. Страшные эти. Ураганные ветра. Никто этого не осознает. И никто не осознает. Что когда огромный этот. Накрывает. Вот. Как Иран. Накрывает. Накрывает целиком саженец. Снег. А когда он тает. Деревья колечатся опять миллионами. И этого никто не знает. Вот. Вот. Поэтому. Я вас конечно. Как вы пишите. Козетина убирая. Я не пойму. Вот вы пишите. Есть важные моменты при посадке весной. Колоссальная инсоляция. Для этого нужен полив и затенение. Вот. А для меня это вот. Один год. Да. Тут вы правы. Конечно. Вот. Я даже написал что такое инсоляция. Облучение. Поверхностное. С солнечным светом. Поток солнечной радиации. Ну да. Один год. А в этом году у меня какая что-то инсоляция. Какое затенение. Вот. Тут и без этого было. Вы знаете. Первый год не было. Это вот. Когда пламени это заказано. Осень. Когда красоты неописуемые. Когда все. Розово-желтое. Когда по саду ходит. Красотища. Дух захватывает. Вот. Как были зеленые. Так. И сразу. Глист бросили. Вот. Красоты никакой не было. Покрылись. Частично. Паршой. У меня. Яблони. Груши. Одна радость. Что абрикосы. Так. И не изогнили листья. И так и не было. Одна них. До самой глубокой осени. Оказалось. Что именно абрикосы. Больше всех выдерживает. Сенсация. Мировая. Состоялась. Теперь есть абрикосы. Которые. Оказывается. Годятся. Вот. Если только не садить. В эти полметровые ямы. Где полметра до воды. Или метр. Или даже полтора. А специально. Если поискать места. Где 3-4-5-6-7-8 метров до воды. И даже в Венинградской области. Прекрасно. Да еще. Если. Песчаная. Там. Супесь. Вот. Или там допустим. Ну в общем. Поняли меня. Вот. Эта Венинградская область. Еще лучше сработает. Чем у меня. Потому что. Если у меня теперь. Каждое весно. Лето. Осенью. Тучи. Отсутствие. Холодно. Дожди. Отсутствие света. Поэтому. Вот. Эти моменты. Вот. При посадке весной. Колоссальная инсталляция. Инсталляция. Да. Но не каждый год. Фух. Выговорился. Так. Осталось 20 минут. Я уже устаю. Мне все труднее и труднее. Сколько я еще продержусь. Не знаю. Но дело в том. Что у меня был совсем другой план. И так. Ребята. И что я хочу. Вот. Если вы меня опять не завалили. И главное. Я что. Когда мне приходят такие письма. Я не могу отвечать письменно. Вот. Попробовал то. Это. Киселев. Ответить этому. В виде письма. Этому самому. Дяде Ване. За меня. У него получилось. Длиннюющее письмо. Оказывается. Готовая статья. Когда то я таких сотен отвечаю. На вопросы сотни написал. Переделал статьи. Все замечательно. Больше нету сил. Вот. Глаза уже не удерживает. Отвечаю. Как бы устно. Перешел в эти. Вораторы. Вот. Так. И. Все таки. Хочу посвятить ближайший вебинар. Черенкам и семенам. Чтобы вы знали. Что такое черенок. Как. И с ним обращаться. Как его купить. Как его сохранить. Вот. Прививки. Мы уже проходили. Чисто прививки. А потом еще и косточки. Потому что. Опять. Как сохранить. Уже сколько раз говорил. Размещайте их по этим самым. Маленькие бутылочки. Баночки. С герметичной. С крышечками. Поставили в холодильник. Забыли. До прививки. До этой. Сорификации. Хотите рискнуть. Пожалуйста. У кого еще. Земля не под снегом. Не под морозом. Пожалуйста. Половину. У. Вы можете отказаться. Что они более надежные. Если уже взойдут. Так взойдут. У. У. Это будет самое ценное. Потому что. При Сорификации удача. Взойдут все. Например. Или взойдут много. Больше чем. Естественная. Допустим. Сорификация под снегом. Те ценнее. Их может быть меньше. Но ценнее. Вот. А раки. Действительно. По 5 рублей. ну задумаешь и так и тут так теперь вот это вот очень как бы сказать-то очень тяжелый случай и что получается меня ждут ответа вот я не могу все повторять видите как все плохо но мы не знаем данном случае почему плохо если брать у себя заброшенным перее на здоровье крапиве у меня это крапивы репельники осойте мокрица дувальчики ну мокрица это значит намного больше чем сырости чем у меня да земля суглинах ну ничего если он тяжелый суглинах а Вова вы пишите тяжелая ну ничего хорошего тут уж придется что в самом низу смотрите что написано обращалась к агрономам профи приходит к чемодану химикату дети ведь маленькие а мне хочется пожить предлагает снять весь дёрн вы представляете весь участок дёрн снять это же значит как его снять есть два варианта перепахать то он же останется а он считается земля сегодня не отравленная тогда что получится бульдозером снимать что ли это что за советы купить землю это больше чем снять дёрн то есть пройтись бульдозером все а потом еще и землю завести колоссальный труд а это уже сейчас колоссальный труд вот таких у нас миллионы вот вам и профи потом и агронома что я могу сказать да придется купить землю да придется засыпать сверху гряды ли холмы ли но придется а дальше будет переделка земли сама по себе никаких ядохимикатов вот значит земля тяжелая вы начнете с того что в центре холмов будет земля не тяжелая если найдете такую так например супесь и в нее посадите а потом будет переделка тяжелой земли даже в ней будут червячные ходы потом туда натаскают черви натаскают туда органики все начнет меняться постепенно и никто виноват что выбрать такое место где сырое явно сырое ну судя по вашему описанию вот так вот ничего хорошего я не ответил вот а то что вы пишите не хочу бородер ощущение будто землю бороваешь вот это правильно ой грустно я скажу мне бывает так напишут да вот ну все теперь о жизни написал завтра у меня будет яблоки свистеть а мне только грустно от этого становится так ой все оканчивается время еще 15 минут значит кажется лапин который купил у меня саженец кажется лапин ну извините если ошибся вот это вот это он делал обрезку по железу то есть садил вот кстати вот что мне интересно вот место выбрано как будто нарочно вот идеально совпадает помните мой фильм там теплица еще с севера загорожено получился микроклимат или я называю тепловая подушка вот так то есть севера закрыто с юга солнце и лучи бьют сюда это уже тепловая подушка и у него точно такое же место нашлось что он сделал он отрезает верхушку и вот этот снимок подробный почему это он купил мой саженец персика и вот так отрезал ну молодец идем дальше вот замазал молодец вот он выбрал вот это вот скелет получился половины нету так далее замазал а вот это под эту почку кстати вот здесь бы сделал вот это могла бы погибнуть здесь под вопросом если здесь пойдет все нормально знаете вот эта обрезка она не небезопасно особенно осенью вот мороз вот тут выживет эта почка если нет он начнет вот так вот гнить вниз но тут еще можно будет потом тут уже прересаживаться отрезать вот на однозначно не бывает вот так сделаю и будет все в порядке ничего хорошего в этом нет но не пересадишь он просто отсохнет может как раз за сюда и отсохнет может быть смотрим следующий снимок сейчас поймете ну вот он садовый вар у него салбу горкова мне он нравится для осени когда холодно он еще он годится вот те вары которые еще раньше мы покупали они настолько твердые замучаешься разогревать допустим как свечка растворяют например вот еще есть садового вары с ними трудно они каменяют буквально в холод вот это более-менее как раз универсал то что надо и наконец четвертое фото вы думаете я вас хвалю нет смотрите внимание кажется лапин ну извините живу без памяти внимание вот он целиком что он сделал обвязал центральный отрезок как помните как я говорил отрезаем только центральный проводник он так и сделал вот он вот он валяется прекрасная фото а посадка ёбая ну ну все все великолепно ну что еще надо надо было вот так не делать а вот этот побег начинать отклонять делайте дерево полуукровным вот этот вот все равно нежный пусть даже в ваших краях более теплых чем у меня но не факт что мы должны делать надо было используя то что он не привитый это сенец вот кстати все лавочка закрылась я их высыл десяток вот что-то подарил что-то пообещал подарить больше нету а вот последние четыре оставляю себе так теперь смотрите так вот вот этот вот надо уже начать приучать переводить гарантальное положение вот это гражданин лапин мой друг любезный ошибка вот этот может просто пропасть здесь не важно что случится а вот этот побег вот он отсюда довольно низко постепенно должен уйти под снег начинайте его пригибать не сразу чтоб не отломать постепенно вот это вот ваша ошибка принципиально так ну скоро мое время конца 5 я не ну почти успел слива моя привита на волшебную вишню как бы мне побыстрее так несколько лет подмерзал сушняк подрезала от подмерзания пришли новые ветки ну еще короче смотрите прищипывала зеленым я бы не советовал прищипать но тут получается так это кстати плохой прием руки не дошли вовремя удалить не удалось есть одревесевшие побеги в основании слива теперь давайте решим слива по моему что-то не хана что делать с этой вишней я можно привить снова привить сливу можно попробовать персик привить то хоть абрикос вот это говорит о том что прочная штука да но делается не в этом дело в том что вы уже все испортили эту вишню смотрите как думаете плоды этой волочки теперь имеют гены слива на эту мысль ваши фильмы вот например а вишня с генами челюсти да друзья мы вишня челюсти родственники они разошлись но могут друг с другом совмещаться вишня со сливами абрикосы в виде так абрикосы со сливами яблони с грушами вот вишня волочная многие считают сливой ну то есть они не слива но занимают промежуточное положение между сливой и вишней и могут с вишней волочкой совместима быть и со сливой другое дело что у вас еще хочется вот у вас смотрите вот жалко что вот вы взяли и вот что-то начало не было случая самосева ну вот получился да после этого ускорить процесс я вам сейчас скажу еще раз давайте полюбуемся будет ли здесь самое проявление вот на той волочке если не прерывать сливовая что-то может будет можете будет но это я не отвечу это все тоже лотерея билеты перетасовка генов что будет то будет прививать на нее слива прекрасно приживется уже гены слива есть вот это пока в целом да то что вы испорчены это точно и также точно смотрите еще хочется знать как ускоряет плодоношение на год-два или более ну не буду уточнять что повторяю ускоряет дело в том что в целом хочу сказать не гонитесь никогда за ускорение плодоношения одним из моих это в целом я не беру конкретный случай вот их может быть миллион вариантов со сливами с вишнями с абрикосами которые все являются родственниками но конкретно так получается не спешите и не радуйся быстрому подошли чем позже заплодоносит неважно что привитая сеянец или непривитый чем позже заплодоносит тем более здоровое дерево у вас будет любое ускорение плодоношения которое не зависит от вас кстати а просто ой вдруг все помните я показывал дерево год-два оно все в этих цветах ничего хорошего это спасение от смерти но в виде продолжения рода с помощью семян этому дереву не до роста и никаких искусственных этих типа перевод ветки с помощью секатора с этого с роста на плодоношение глупость страшная подлая один из многих приемов заметили что да искалечил ускорение получается сразу переходит на это или как это а вот середине лета вот оно росло росло никому не мешает а вот сейчас я отберу к середине лета пол ветки отрезаю и она до осени а заметьте на юге это возможно на севере смерть до осени выбросит победе а они уже будут плодовые плодовые вот этот южный самый способ переносят на север на смерть деревьев еще раз говорю никаких переводов чем позже заплодоносит тем более ценное здоровое дерево вас вырастет вот так я ответил в целом не вникая в детали вот а как переводится свойство культурное сливы через косточку дичает ли мельчает это зависит и опять помните наша песня хороша а кто папа а кто мама вот а через косточку еще а на юге лучшее переводится свойство культурное на севере хуже ой все наша песня хороша ответил общей фразой и так далее так осталось 8 минут а вы знаете я почти успел вот это вот яркий пример смотрите привитая слива прекрасная слива это сувенир востока привито на сливу молодое дерево сразу практически на третий год дала урожай ну для меня это нормально ну как почему ну просто взято почему так быстро не было никакие желание продлить там то есть его чтоб попозже заплодоносил не было желание побыстрее получить привил и забыл вот что вышло то вышло все а теперь обратите внимание я еще выбрал почему это снимок не только ради плодов не только чтобы показать ох какие мы крутые железовые ветки все разные видите вот есть почки да и вот смотрите вот это вот почка вот это вот почка вот эта почка вот это мощная почка вернее эта почка дала мощный побег вот это мелкий побег вот это крупный вот это вот плодушки вот каждая почка имеет свое предназначение. Каждая. А теперь представим себе, прививаем наугад, мы же вот эту почку могли привить, а все, что она дала за лето, видите? А вот эта почка дала вот такой побег, а вот эта вот уже, ну пусть это старше наугад, да, чем вот эта, но никогда вот эта вот не станет вот такой. Это к тому, что прививая почка, и вы получите массу результатов, вы отбираете лучше, экономия производится именно там, последних состоящих плодопитомников. Каждая почка идет в дело. А которая из них вот даст вот такой побег? Вот которая? Или даст вот такой. А потом помните, три года растет, пятилет растет, и не растет. Понятно. Ну а дальше наша песня хороша, берем, прививаем пониже, берем уже не почку, а две-три почки в нижней части, и получается вот такое чудеса. Вот это хотел сказать. А не привитая, ну на год позже бы, может быть штаб был бы повыше. Но главное не колесе дерева.